Привет, друзья! Ну что ж, мы с вами находимся в Софии. У нас сегодня прекрасная погода. Я пройдусь по базару, женский базар. И немножечко постараюсь показать вам расценки. Здесь есть и одежда, что-то из одежды. Но в основном, естественно, меня будут интересовать сейчас продукты. В прошлый раз, когда я проходила, мне показалось, что цены дешевле, чем в Санданске. И мои родители тоже говорят, ну-ка давай засними, мы хотим посмотреть. Так, немножко ориентир. Вот я стою на остановке, называется улица Князь Борис. Я думаю, что остановка так называется. Но сам базар женский, поэтому можете в интернете посмотреть. Он очень длинный и очень большой. Я буду снимать на GoPro, чтобы не смущать людей, продавцов, покупателей. И будет, может быть, немножко трясти, но постараюсь, если что, озвучить цены, да, что почем. Базар начинается с цветочных лотков. Очень неплохой выбор цветочков. Где-то я посмотрела розочка 3 лева, 4 лева. И можно хороший букетик взять где-то за 10 левов. Ну вот, начинаем, например, с зелени, петрушечка. Где-то укропчик у нас 3 пучочка за 1 лев. Будет там даже где-то и за 4 пучка 1 лев. Так, ну вот, здесь у нас есть и ларьки. Вот, видите, одежда. Разная. Так, ну вот, начинается, мы видим. Вот, можете посмотреть яблочки, да. По 80 центов. Видите, какие большие. Вы можете, в принципе, останавливать, если интересно, какой-то определенный овощ. И сами уже смотрите. 80 центов вы видели статинок. 80 статинок. Это прям хорошие большие нелинные яблочки. Вот у нас, смотрите, пошли мандаринки. 2 лева. 1 лев за 2 килограмма. Помните, да, если в рублях умножаем на 40, если хотите знать, в евро делим на 2. Если в долларах 1,56, там где-то 60. 2 лева килограмм, это у нас клубника. Ну, здесь яблочки чуть подороже. 1,20, 1. Вот рядышком клубника я здесь сегодня ее брала. 2,50 лева килограмм. Так, ну это у нас, по-моему, авокадо. 1 лева, вот я там посмотрела, килограмм. Или за 1 авокадо, наверное, все-таки килограмм. Вот, смотрите, у нас вот такие мандаринки 70, да, статинок. Вот 2 лева килограмм за такой вот красивый виноград. Вот груши вон там, 1 лев килограмм. Так, ну, конечно, хозяйственный товар. Видите, лопаты разные, метелки, корзинки можно здесь купить. Это я уже не стала смотреть, что почем. А также вещи. Вот в основном у нас с вами продукты. Опять, 70 статинок килограмм были. Сейчас прошли мы с вами. Это у нас апельсины. Яйца тоже, как у нас, где-то 22 статинки за одно яйцо. 23-30 статинок, самые такие большие яички. Ну, по-моему, у нас щавель. Опять, смотрите, груши 70 центов. Так, ну, вот здесь что-то из свиного, вот, наверное, как желудки или еще что-то, я не знаю, вот, потроха какие-то. Тоже цены, если хотите, можете остановить. Видите, я так просто, как бы, немножко сняла. Не интересуюсь таким делом, не особо. Так, ну, я здесь, как бы, мимо прохожу. Вот мед, все, видите, да, где-то 7 лев. Орехи 14 грецкие лев килограмм. Вот, изюм там где-то 8,50. Тут полно бобовое еще что-то. Есть, как я говорила вам, что я особо не видела, что снимаю, потому что на GoPro у меня не видно, там нету. Экранчик, и поэтому, вот, так получается. Значит, морковь 70 статина килограмм, да, райские яблочки 2 лева килограмм. Смотрите, лимоны, где-то 1, да, там, по-моему, 1 лев килограмм. В прошлый раз лимона было очень много тоже, да, все полев. Опять, вот, мандаринки 2 килограмма за лев. Ну, это стандартно, у них вот сегодня были эти мандаринки. Рыба, вот, смотрите, это у нас рыба мороженая. Ну, мы там дальше еще увидим. Будет еще лоток с рыбой, много лотков с мясом, так что, наверное, тоже цены приемлемые. Так, ну, снова у нас пошли вот перцы. Два лева, вот такие красивые красные перцы. Зеленые, вот, где-то 2,90 лева килограмм. Так, ну, вот, опять, я не знаю, что это за трава. У них небольшие перчики 4 лева килограмм. Брокколи 1 лев килограмм. Так, ну, вот, опять вот это все-таки у нас что это? Авокадо. Так, ну, вот здесь получается авокадо 3, наверное, за 2 лева. Значит, там был, наверное, 1 лев за 1 штучку авокадо. Лук красный, репчатый, 1,80. Так что, такие основные, да, с мандаринами уже понятно. Весь базар в мандаринках. Вот, смотрите, яблоки прохожу, 60 статинок. Нет, это у нас, по-моему, мандарин опять 60 статинок. Да, зеленые яблоки, красные. Зеленые 70 статинок, красные 90 статинок килограмм. Вот очень много разных специй, но цены я не увидела здесь. Где-то 1 лев, я не знаю, за пакетик, сколько там в пакетике. Бананы, 1,50 лев килограмм. Вот сейчас у нас здесь что? Апельсины. О чем? 70 статинок килограмм. Вот эти 70 статинок. Ну, мандаринки так у них и везде стандартно. 2 килограмма за 1 лев. Вот, давайте смотреть, важная, да, капуста. 1,20 килограмм. Картофель, 75 небольшой статинок, 1 лев побольше, картошечка. Хорошие помидорки, вот посмотрите, какие прям такие. 1 лев килограмм. Опять трава непонятная, я не знаю, что за трава, если может кто-то скажет 1,60. И огуречки вот такие, у нас санданские почти нет таких, вот они жестенькие. 80 статинок килограмм. Так, ну, здесь тоже помидорки 2 килограмма за лев. Вот так, такие крупные. А маленькие помидорки 1,80. Купаем в Биле, они 2,50 практически, то со скидкой это на распродажи. Смотрите, значит, киви 1 лев килограмм. Орехи вот здесь хорошие, вот я взяла, 10 лев килограмм. Хорошие сладкие орешки, я здесь уже попробовала. Так, значит, что у нас дальше? Ну, бананы вот где-то там 1, по-моему, 10, 1,30 килограмм я видела. Так, ну, это здесь у нас тоже, а, лук. Лук 1, сколько здесь у нас? 1,30 такой обычный, да, репчатый. Ну, картошку, смотрите, опять 75 статинок. Вот какой-то меленький лук, я даже не знаю, что это за лук, 4,50. И на что его? Вот он очень мелкий. Здесь уже вот тоже перчики, да, 2,30. Четок подороже. Лимончики 1,40. Киви 1. Яблоки все равно тоже, видите, 90 лев, но вот тоже чуть подороже, там были вот везде по 80-90 статинок. Так, ну и смотрим, смотрите, вот опять пошли лимоны. Вот, видите, 1 лев килограмм. И киви здесь вообще 80 статин на килограмм. Ну, вы поняли, да, 1 лев опять где-то примерно 40 рублей. 40 рублей килограмм. 80 статинок чуть меньше, да, 40 рублей. Так, ну вот здесь хороший вот отдел. Разные конфетки. У меня уже просто времени не было смотреть и разбираться, что за конфетки есть. Разные печенюшки. Здесь также крупы. Тоже мед вот есть. Сколько вот он тут, по-моему, 80... 8 лев за 900 грамм баночка. Изюм, да, 8,56. Гречка вот 3,50 лева килограмм вот я взяла. Ну, также чечевица вот там, по-моему, где-то 4. Ну, в магазине тоже на распродаже. Вот в Билле я беру где-то, по-моему, чечевица 4. Может, 4 с копейками килограмм. Так, ну, просто хороший вот такой, видите, у них уголок здесь, да, с разными вкусняшками. Вот. Правда, не пробовали ничего, не брали. Ну, здесь вот гречка здесь уже чуть подороже идет, 4 лева килограмм. Так, ну, вот, смотрите, вся такая территория. Здесь можно вот перекусить. Есть еще внутренние большие магазинчики заходить там с разной продукцией. Есть и косметика, например, тоже болгарская, роза. Вот этот небольшой лоток со специями. Ну, цены тоже вот где-то 1 лев, вот там где как, где-то за 50 грамм, а где-то побольше грамм, 80 грамм. Ну, то есть толченый перец, там карри, да, вот эти все специи. Я всегда специи люблю карри, класть, турмерик, так сказать, еще размельченный. Так, ну, вот, идем дальше. Вот просто здесь у нас идет одежда. Сегодня, видите, погода хорошая, дождика нет. Вчера был дождик, уже было поздно снимать. Этот я иду с утреца, так сказать. Ну, вот где у нас были огурчики, мы с вами проходили, да, по 80 центов. Так, смотрите, вот мясо показываю, а цены немножко. Так вот, мы где огурчики с вами проходили по 80 центов, статинок я их хотела купить. Обратно уже, когда шла, все разобрали. Ну, вот немножко хозяйственные товары здесь. Все это есть. Так что, либо разобрали, либо они быстро собрались и уехали. Вот, так что, нужно всегда ловить момент. Ну, вот, смотрите, выбор меда, 7 лев. Баночка, соседняя тоже. Баночки где-то 900 грамм. Вот, стандартно у них здесь практически 900 грамм, 7 лев. Так, ну вот, а, ну, сейчас немножко посмотрите внутри, да, какое мясо снова, что почем здесь у нас с вами и свинина. Где-то, ну, вот разные, да, 6,50, 5,50, там, что-то 10 лев килограмм. Я так особо не стала читать, но вот примерно, видите, я говорю, можете останавливать. И смотреть, вот сало, вот мы любим сало засаливать, 9, по-моему, лев килограмм. Ну, вот в Санданске мы брали за 5, привозили, но очень редко привозят. Так, чтобы была с прожилкой, с мясной. Вот тоже магазинчик неплохой, я посмотрела, здесь есть чаи, вот я нашла, рассыпной чай можно купить. И вот кофе тоже где-то, ну, там, посмотря, что, да, по 100 грамм там где-то 1-2 лева. Тоже есть у них, вот мед не вижу, я цена какая. Ну, наверняка, наверное, так же, где-то 7, может, чуть-чуть 8, чуть подороже. Так, ну, выбор большой просто по этому, в принципе. Ну, вот, видите, тянется. Здесь также можно что-то и из национального купить, вот горшки, наверное, для готовки еды там это в основном. Я-то, как бы, не особо вниманием обратила, хотела подойти поближе посмотреть, но увидела рыбу, да, вот тут спрашивал, санданские рыбы практически нет. Смотрите здесь, видите, какие, вот свежая рыба и цены 6,90, 7,90, 6,50, вот карп 2,90, ну, я не знаю, карп или что-то, оранка называется. Ну, и вон, замороженные цены. У нас привозили, мы брали рыбу несколько раз. Вот привозили в Биллу, по-моему, тоже где-то такая же цена была со скидкой, там, это у них она дороже, но со скидкой они, по-моему, тоже 3 лева продавали килограмм. И на базар тоже привозили, по-моему, всего-то пару раз на машине, и тоже где-то по этой цене, очень хорошего мы брали карпа. И в Кауфландии тоже было по, по-моему, тоже где-то 3 лева. Так, ну, вот смотрите, это у нас что-то из, наверное, ну, для местного производства, из чего это вот, пол. Из шерсти, вот, я так думаю, что это из шерсти, да, то есть можно такое присмотреть. Ну, так вот, с рыбы у нас, я говорю, в магазинах продается рыба, но она замороженная. Есть магазинчик рыбный, но нам до него далековато ходить, где не находишься, вот, нужно как-то посмотреть, может, какой-то день привозят именно свежие, потому что однажды мы шли, это, вот, смотрите, история на женский базар, да, то есть вот выиск, что это историческое место такое. И мы видели, что лоток у них стоял снаружи магазина, и свежая рыба лежала. Ну, вот, я не помню, в какой-то день, может, это, может, это среда, вот, как-нибудь подойти и посмотреть, может, привозят рыбу. Поэтому я не буду говорить вот так вот конкретно, но вот тут, где мы ходим в центре, вот только видим замороженную. Так, ну вот, все, видите, опять кусок целый, мы прошли с вами дальше, у нас с вами продолжает тянуться базар. Большой лук, один лев, так, редиска, один лев. Ну, здесь уже у нас по три лева пошли, клубничка, 1,30 за киви, один лев, по-моему, ананас. 2,40 уже здесь брокколи, ну, чуть подороже получается уголок, да, там у нас разная молочная продукция. Так, ну и дальше, ну, здесь можно опять, вот, небольшие есть лоточки, где можно перекусить. Смотрим, народ уже, видно, на обед прибегает. Ну, и опять пошли яблоки, здесь тоже почем, ну, по 80 статинок. Вот, опять, 80 статинок, опять один лев за апельсины. То есть, ну, вот, примерно где-то такие цены. Вот, видите, клубнику опять здесь за три. То есть, нужно вот так ходить, бродить, как обычно, смотреть. Это уже, видите, у нас с вами выход такой идет в центр. Вот, трамвай, если туда дальше идти, это уже, как бы, считай, это в центре прям самом. Вот, наверное, потому что, если идти из центра и попадаешь в эту часть, то здесь вот чуть подороже, получается, овощи и фрукты. Я остановилась на мясе. Можете притормозить, посмотреть. Тут какие-то акции, акции, разное мясо. Куриное, телятина, свинина, в общем. Ну, вот, по-моему, уже по ценам приценились, да, по чем у нас есть мясо. То есть, несколько здесь есть ларьков мясных. А, вот, смотрите, нашла еще какое интересное место, разливное вино. Вот здесь можно покупать тоже, можете затормозить, посмотреть. Разные цены здесь, 2,20, вон, 4,40 я вижу. А я так думаю, это, наверное, 1,60, наверное, за литр. Можете здесь и бутылочку приобрести, если нет. Там, вот, самое маленькое, литр 0,25. Либо со своей емкостью прийти, да. Так, ну, и здесь, с этой стороны, вот, у нас опять пошли, что, вещи. Что-то из вещей. Домашние вещи. Пижамки разные. Ну, опять, вот, что-то мясное опять, да, вот, отдел. Вот, смотрите, здесь все расписано. Что у нас? У крольчатина он даже, 10,60 лев в килограмм, видите. Ну, а вот остальное, как бы, вот типичный, как бы, рынок вместе с базаром. Овощи, фрукты и одежда. Ну, и хозяйственные товары, да. То есть, все, в принципе, вот, хороший базар, я говорю. Мне показался недорогой. Вот, по сравнению, все-таки с сандански цены дешевле. Я еще не снимала видео по-сандански на базаре. Мы с вами как-нибудь сходим. Просто сейчас он стал совсем мелкий базар, очень мало. Основной базарный день – это понедельник. Вот, поэтому пойду в понедельник как-нибудь и сниму. Думала, были и заносы снежные снегу, поэтому мало товаров. Ну, вот, скоро попробую сходить. Вот сейчас в феврале поснимаю уже наш базар на сандански. Ну, что ж, друзья, вот мы с вами и прошлись по базару. Это мои вот покупочки. Я немножко сейчас тоже затарилась, присела отдохнуть. Клубнички купила. У нас клубника сандански, ее практически нет. А если есть каких-то местах, там где-то 10-12 лев килограмм, а здесь 2,5. Мне не верят. 2,5 лево килограмм – это вообще. Там даже было за 2, но 2,5 – она более красная. Вот. И, ну, как я могла не купить, да, клубничку. Набрала там что еще? Орешки 10 лев килограмм. Мне понравились. Они просто такие, как раз хорошие тоже. У нас где-то по 12-14 и более такие. Там вот именно такие светлые, хорошие орешки. Ну, не знаю. Сладкие медаль попробовать. Так, что я еще тут взяла? Огурчики взяла маленькие, потому что в санданских вообще нет огурчиков. Поэтому пришлось вот здесь взять тоже сколько лев килограмм. Приезжайте сюда, вот на этот базар. Классный базар, прям реально вам говорю. И, ну, все на этом. Если понравилось видео, хотите еще больше видеть видео из Болгарии, не забывайте подписываться, лайкать. С вами была Жанка. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok